Галина Владимировна, как Вы сегодня выстроили взаимоотношения с депутатами районного совета? В общем-то, у меня, наверное, все-таки депутатский опыт большой у меня. У меня принцип один – я ничего никогда не скрываю от депутатов. Никогда. То есть, почему, наверное, сегодня и Вы, информация различная, Владимир, потому что мой принцип такой – ничего не скрывать. Более того, у нас есть такая форма, когда мы ее сейчас, вот, все это уляжется, депутатский корпус только начинает работать. Я всегда собираю депутатов либо перед сессией, либо перед комиссией, как правило, бюджетная. И каждый раз, я не делаю ни одного месяца исключения, за редким случаем, когда оно у меня просто нет. Я рассказываю обо всем депутатам, в том числе о проблемах, обо всех. Я в том числе с ними советуюсь и честно говорю о том, что у нас не получилось. Тоже, ну, планировали, говорю, не получилось потому-то. Либо прошу совета, говорю, что без Вас просто, ну, мы не справимся, либо это, подскажите, как мы будем. Либо давайте вместе будем делать вот это. То есть, вот почему, наверное, и отчитываться перед депутатами, мне никогда не бывает сложности. Вы считаете их своими помощниками в некотором роде, своей командой? Ну, в какой-то степени, я считаю, они завладеют очень большой информацией, да. И то, что, например, не расскажет, может быть, что-то глава сельсовета, но потому что в силу того он исполняет полномочия, и у него тоже может какие-то вещи получаться, какие-то нет, все это может рассказать любой депутат с территории, потому что он ответственен, да, вот за территорию, все равно он понимает, что с него люди подходят и спрашивают у нас. Все-таки, я говорю, мы все друг друга знаем, это не то, что город. И поэтому, ну, я считаю, что мы, в общем-то, одни, мы должны работать на общие дела, да. У меня твердое убеждение в том, что все-таки вот это единое, да, совет депутатов, администрация, сельские администрации, сельские депутаты, мы все должны работать на одно, на то, чтобы все-таки жизнь становилась лучше, я имею в виду, изменялась, чтобы внимание было к людям, да, все. Вот это главное, а не то, что мы будем, да, биться, ох, мы такие крутые, потому что мы вот это, а мы вот это. Я очень часто, когда, бывает, наши, да, работники, администрации, специалисты доносят какую-то информацию до совета депутатов, и я вот, ну, не согласна с тем, что не до конца раскрыто. Ну, это бывает тоже в силу разных обстоятельств. Я всегда говорю, уважаемые депутаты, разрешите мне поработать за кого-то, давайте я вам вот эту, потому что я более историю знаю этого вопроса, может быть, специалист только пришел и работает, допустим, два года, а я знаю эту историю вопроса, допустим, уже на протяжении вот 10 лет я могу. То есть, ну, то, что мы не скрываем ничего, это точно. И настрой такой не скрывать, и не... Ну, то есть все-таки депутаты, это ваша команда, это ваши помощники. Ну, это, наверное, не помощники. Вы пытаетесь привести на ту точку зрения, когда говорилась Наталья Ивановна, это, наверное, не помощники, это в том плане... Ну, как объяснить? Это, наверное, те люди, которые сегодня должны владеть, да, информацией, должны доносить в том числе и отстаивать. И сегодня, вот я к тому, что как бы вы меня не отняли эту мысль, вот давайте так говорить, на сегодняшний день, да, есть депутаты, как о чем нет, очень часто говорят, а, Галина Владимировна, да, легко работать, у вас только там единороссов, да. Но это люди, которые, вы же видите, насколько состоявшиеся люди в Совете депутатов, да, это и руководители, в том числе и сельхозпредприятий, и бюджетных учреждений, и представители бизнеса, да, они точно со своей точкой зрения. И вот, если взять вот последнюю комиссию, да, которая была в четверг, много вопросов возникло как раз у нас и по ремонту многоквартирных домов, когда мы, и по ситуации, что ЗАО Назаровское, да, нас предупредило о том, что они в 2018 году, что они не будут отапливать поселок. Мы очень разговаривали честно и откровенно, и многие вещи говорили, чем чревато то и другое, то есть у нас есть, ну, то есть депутаты жестко спрашивают. И очень... На самом деле ни на что не хочу вас вывести, мне просто интересен сам вот процесс. Смотрите, выборы, для кого не секрет, вы возглавили список Единой России. Это была такая политическая махинация во время выборов? Или это все-таки вот ваша команда была? Ну, давайте так, ну, не будем говорить, да, махинация, наверное. Мы же знаем, да, что на сегодняшний день у нас по краю есть случаи, когда и депутаты законодательного собрания, да, возглавлялись в списке. То что же нельзя назвать махинацией? Ну, просто наши, когда мы обсуждали, кто будет возглавлять список, да, это не было вот решение мое, либо решение... Мы обсуждали, и тройку обсуждали, да, лидеров. Притом обсуждали вместе со всеми, и с депутатами предыдущего состава, да, и с главами, членами полицовета. То было принято решение, что и у нас были такие предложения, что, ну, может, кто-то вот приедет и возглавит. Но мы все-таки решили, что мы здесь несем за всю ответственность, да, и давайте все-таки, наверное, будем обходиться своими силами, да, ну, показывать, что вот, ну, да, это, в общем-то, общепринятая практика. Я не знаю, почему так в этом году, это вот так, в общем-то... Она была практикой, действительно, я согласна с вами, она общепринятая. Ну, нельзя отрицать от того, что некоторым депутатам именно вы дали путевку в жизнь? Ну, ну, да, потому что это партийная, в общем-то, еще являюсь секретарем Единой России. Ну, мы это предыдущие, да, те выборы. Садрегин Александрович, да, возглавлял список и в 2010 году, и в 2015, и, тем не менее, он был, да, главой. Ну, вот это вот принято так в районе, в Назаровском, и мы идем, и мы обсуждали вот эту, говорит, тройку, мы четверку определили для себя, да, лидеров, потому что на сегодня, ну, давайте вот взять, если ту четверку, которую она представляла, ну, да, ну, главу, которую знаю. Ну, там был, да, Сидилев Эдуард Геннадьевич, это ЗАО Назаровска, это управляющий, это активный сельский депутат, да, это Малтянский Тимур Романович, который был депутатом предыдущего, вот именно состава по округу. Это Сидыхнина Михайловна, которую тоже все прекрасно знают, это депутат, это директор школы, наверное, вот, ну, той школы, которая, ну, такая вот, как семья школа, тоже очень авторитетный человек, ну, если так говорить, это все те люди, которые живут, работают в районе. Ну, и вообще, уж если так говорить, про все вещи, ведь в списке, вот, даже Единой России, там же нет жителей, да, вот этот с города, просто кто-то вот объявился, решил там пойти, либо это Красноярец какой-то там, это все те, кто живут и работают в районе, все буквально, там нет депутатов, которые не были связаны с районом. Просто вот, я считаю, это очень важно, когда человек живет, видит, знает, это важно и связан с районом. Ну, тяжелее человеку все понимать, и когда он живет в Красноярске, просто наездами здесь бывает. Галина Владимировна, ну, и наверняка ожидаемый для вас вопрос все-таки. Почему возникло противоречие между районным советом и главой района в части вот информирования по поводу деятельности председателя Назаровского районного совета? Ну, это не то, что противоречие, ну, просто мне депутаты сказали, я, в общем-то, не проверив эту информацию, ее сказала. Озвучила? Да, озвучила. Ну, наверное, мне как главе надо наука, что надо такие вещи определять с должностным лицом. Ну, а вообще это, считаю, как бы вопрос непринципиальный в том плане, кто сказал, что сказал, важнее, к чему мы выйдем со всем этим, как решать депутаты. Но все-таки с председателем давайте точку поставим. Сегодня как работает Наталья Ивановна Кучинская? Ну, то, что Наталья Ивановна сегодня, по крайней мере, вот, работает на освобожденной основе, именно после увольнения из школы, это да, она работает на освобожденной основе. Подождите, на освобожденной основе? Она не получает заработной платы за председательство свое? Стоп, давайте вот этот момент точно с вами разберем, чтобы ее не обвиняли необоснованно. До 23 октября Наталья Ивановна не получила ни одной копейки в Совете депутатов, потому что она увольнялась как руководитель образовательного учреждения, да, и она, пока она работала и не была уволена, она не получала деньги в Совете депутатов. Соответственно, с 23 числа, это я знаю точно, потому что спрашивала, когда у нее увольнение, вот с 23 числа она является представителем Совета депутатов на освобожденной основе. Вот сейчас она не будет получать в образовательном учреждении, да, зарплату как директорскую, она ее будет получать как представитель Совета. Просто, да, Наталья Ивановна, ну и тяжело, она в политику только входит, в том плане многие вещи. Мне вот тоже, да, наверное, впору бы и на Запад, если бы чисто с человеческой точки зрения, есть те моменты, на которые я считаю. Ну, много было и в период выборов, и вообще таких вещей, ну, которых реально нет в жизни, да. Но я понимаю, СМИ могут себе этого позволить, такие вещи. Мы себе таких вещей позволить не можем. Вдобавок я все-таки жду, что сегодня любой сайт и любое будет приравнено, как планируется рассмотрение в Госдуме, к средствам массовой информации, да, чтобы реально разговаривать. Либо, может быть, Запад пытается меня на какие-то вывести вещи, чтобы я реагировала, там, в суды обращалась. Я не буду тратить на это время, пока уже, ну, хотя некоторые вещи, да, приходят, говорят, галераринты, оскорбления, там, это все, даже мои коллеги, да. Ну, я даю какую-то оценку, да, в себе, анализирую все. Может быть, что-то глотаю, чего не надо, да, делать. Реально есть такие вещи, которые именно клеветнические, я считаю, клевета, там можно обращаться в суд на защиту именно чести, достоинства, там, деловой репутации. Но пока я, как бы, не хочу на это тратить время, да. Вы сейчас конкретно о новостях или о комментариях? Нет, я конкретно и о ваших каких-то, я имею в виду не о ваших лично, а вообще то, что размещается на сайте, который не является СМИ, да, может быть, почему мне это еще сдерживать. Но и Наталья Ивановна, она просто настроится. Вы понимаете, где-то еще только раскачиваются, да, советы депутатов, которые избирались, где-то только еще избираются. А у нас все-таки районы, мы должны уже и полномочия, мы не сможем иначе бюджет рассматривать. Почему мы так уже четко, жестко идем в таком режиме, работаем? Потому что в районах же немножко другая ситуация. Мы не города, нам надо успеть полномочия передать, принять. И уже потому что иначе мы не сможем рассматривать бюджет и не сможем в программы вносить изменения. Ну, работа сразу на Наталье Ивановне, смена работы, либо еще какие-то моменты сложно. Ну, и вообще, когда вот попадают люди в такую ситуацию, Светлана Анатольевна была, да, Наскова Наталья Ивановна, конечно, для них, когда они работают в образовательных учреждениях, либо где-то, и вот это вот сразу навалившись, обвалившись, вот на них вот эта вот вся информация, вот эти вот вещи, которые они тяжело переносят, потому что я их по-человечески понимаю, потому что тяжело, когда где-то и в комментариях про тебя сразу напишут, и еще в чем-то обвинят. Но это вот политика, это публичная жизнь, а сегодня тяжело быть готовыми ко всем вещам, да, как и президент говорит, да, как бы мы не оправдывались, там не говорили чего-то, но сегодня все равно Запад как себя вел, я имею в виду не Запад, 24, а то, что имеет в виду президент. Так и у нас, чтобы мы не говорили какие-то вещи, либо что-то СМИ то, что считает нужным, то напишет, либо есть еще один момент, да, когда они дают то, что ты говоришь, а дают чисто свои комментарии, уже анализируют журналисты. Ну, есть закон о СМИ, и все должны ему следовать.